В субботу 14 сентября на 61 году жизни скоропостижно скончался заслуженный журналист Кубани Валерий Леонтьевич Харченко, талантливый журналист, автор книг о Северском районе. Валерий Леонтьевич неоднократно награждался дипломами и грамотами за победы в журналистских конкурсах. В 2001 и 2006 годах становился лауреатом конкурса «Золотое перо Кубани». Имеет звание заслуженный журналист Кубани. С 2006 по 2010 годы Валерий Харченко работал редактором газеты «Зори». За свою профессиональную жизнь зарекомендовал себя как талантливый журналист, превосходный писатель, поэт. Валерий Харченко написал немало книг о Северском районе, о своей малой родине. Телерадиокомпания «Атаман» выражает глубокие соболезнования родным и близким Валерия Леонтьевича. Экология на страже экономики. Внедрение альтернативных источников энергии в производство с каждым годом приобретает все большую популярность. Возобновляемые энергоресурсы позволяют снижать затраты и не наносят вреда окружающей среде. В зале района администрации состоялось совещание на тему использования энергии Солнца на предприятиях. Солнечная электростанция представлена двумя основными компонентами. Это солнечные панели, которые непосредственно преобразуют энергию Солнца в электрическую, в постоянный ток, и инвертор, который делает эту энергию такой же, как у вас в сети. Основной пик генерации солнечной энергии происходит в обеденное время – с 11 утра до 3 часов дня. Срок службы солнечных панелей и силового оборудования у меня составляет 25 лет. То есть это паспортный срок, на который рассчитана работа данного оборудования. На самом деле практика показывает европейское, к сожалению, не наше отечественное, но европейская практика показывает, что данное оборудование работает гораздо больше всего паспортного срока. На совещании опытом внедрения солнечной станции компании «Вистэнерджи» в молочный комплекс поделился директор ООО «Агрофирмы Кубань» Игорь Абдулаев. Я хочу смело сказать, что по данным отчетам и по данным документам, получаемых от Кубань энергии за флотерную электроэнергию, этот молочный комплекс уменьшил на 30% стоимость оплаты по счетам. Как отметил Игорь Абдулаев, использование альтернативной энергии в дальнейшем может положительно влиять на себестоимость продукции, отчего в конечном счете выиграет не только производитель, но и покупатель. После доклада участники совещания смогли задать свои вопросы руководителю «Агрофирмы Кубань». В основном руководители и представители предприятия района интересовал вопрос самокупаемости и надежности солнечных электростанций. Свой собственный арбат появился теперь и в станице Северской. 15 сентября стартовал творческий проект, приуроченный сразу к трем торжественным датам – 75-летию Великой Победы, 95-летию образования Северского района и 155-летию станицы Северской. В открытии нового культурного пространства принял участие и глава района Адам Джарим. Вот так будем называть каждые выходные. Вам нравится здесь? Вот мы решили специально, чтобы каждые выходные перекрывать руки, чтобы поглядеть играть с колясками, мамочкой, чтобы мы могли сидеть, танцевать. Каждые выходные будем делать. Мастера декоративно-прикладного искусства и народных ремесел представили свои работы. Понравившиеся сувениры мог приобрести любой желающий. Северский Арбат ориентирован не только на художников и ремесленников. Каждый здесь может потанцевать, послушать музыку, поиграть в шахматы, шашки, нарды и другие настольные игры. Чтобы автомобили не мешали культурному отдыху, часть улицы Ленина будет перекрываться на выходные дни. 2019 год богат на знаменательные даты. Северский район отмечает 95-летие, а многие его станицы и поселки 155 лет со дня основания. Юбилейную дату отпраздновало и село Тхамаха. В этот прекрасный солнечный день хочу всем пожелать еще раз счастья, любви. Цените друг друга, любите свой маленький уголок. Для всех вас нет прекрасней этого уголка, нет прекрасней этой природы и этой земли под названием село Тхамаха. Низкий поклон. С праздником, дорогие мои. В честь праздника почетными грамотами наградили жители, кто принимает активное участие в жизни родного села. Свои творческие номера подарили гостям коллективы шабановского сельского поселения. В этот знаменательный день для гостей мероприятия работала выставка творческих работ. Все желающие могли сфотографироваться в праздничной фотозоне. Торжественно и с размахом отметила свой юбилейный день рождения и станицы Новодмитриевская. Праздничные гуляния объединили станичников самых разных возрастов. Для самых маленьких работал детский батутный городок, занимательные аттракционы и развлекательные площадки. Ребята постарше смогли принять участие в мастер-классе по кузнечному делу и воочию увидеть весь процесс ковки железа. На аллее перед Домом культуры расположилась фотовыставка «История станицы Новодмитриевской». Украшал праздник «Урень-поселение», где была представлена традиционная казачья утварь, предметы быта, овощи и ароматные фрукты. Почетных гостей мероприятия встречали хлебом с солью и кубанскими песнями. Глава района Адам Джерим совместно с представителями духовенства и казачества возложили цветы к воинскому мемориалу. Основные гуляния прошли на площади перед Станичным Домом культуры. Под звуки марша юные казачата внесли флаги России, Кубани и Новодмитриевского сельского поселения. В юбилейный для Станицы день звучало немало теплых слов в адрес присутствующих. Благоденственное и мирное житие, здравие, спасение, во всем благое поспешение, изобилие плодов земных и временных мирных. Подай, Господи, Бога хранимой и Бога спасаемой Станицы Новодмитриевской и вам, и ее народу. И да сохранит вас Господь на многое и благая лето. С праздником вас! Храни вас Бог! В этот день искренне желаем всем жителям здоровья, счастья, отличного настроения, благополучия, мира вашему дому, удачи и успеха во всех делах. А родной Станицы – проксветания и благоденствия. С праздником! Ко всем присутствующим обратился и глава Северского муниципалитета Адам Джарим. Прекрасная Станица, прекрасные люди, прекрасный уголок нашей родной Кубани. Дорогие друзья, давайте беречь, сохранять и приумножать для наших детей и внуков все, что сегодня у нас есть. Мира и добра вам, счастья и благополучия, стабильности и уверенности, достатка, уюта и тепла в каждый дом. Низкий поклон вам, дорогие земляки! С праздником! С юбилеем! Главная ценность Станицы Новодмитриевской – это, как известно, ее жители. На празднике благодарственными письмами, цветами и памятными подарками наградили всех, кто вносит вклад в развитие поселения. Торжественную церемонию награждения сменяли выступления творческих коллективов поселения. Елена Меркотан, Владимир Галуцкий, Павел Фисатиди, телерадиокомпания «Атаман». Великая Отечественная война. Один из самых трагичных периодов в истории России. Но победа была достигнута не только выучкой и воинским духом. Значительный вклад внесли военные конструкторы. Во время войны создавались машины, которые впоследствии стали легендой. Одна из них – танк КВ. Он назван в честь Клима Ворошилова, героя гражданской войны одного из первых маршалов Советского Союза. Никакая немецкая артиллерия КВ не брала. Иногда помогали зенитки с крупным калибром, но часто и они не справлялись. Командующий немецким моторизованным корпусом Рейнгард вспоминал. После долгого боя нам пришлось отступить, чтобы избежать полного разгрома. Гигантские русские танки наступали по всему фронту. Один из них приблизился к нашему танку и буквально вдавил его гусеницами в грязь. А затем впечатал в землю, стоящую рядом гаубицу. Некоторые слабые стороны у танка все же были. Проблемы с трансмиссией и поворотом башни. Но даже при этих минусах Клим Ворошилов творил на фронте чудеса. Так, в июле 1941 года в Литве, в районе местечка Рассиняй, один КВ сутки сдерживал наступление немецкой танковой группы. Правда, позиция была очень удобна для обороны. И подобных историй множество. Фронтовики дали высокую оценку тяжелому танку, который прекрасно показал себя в самых кризисных ситуациях. Сегодня машина по-прежнему популярна, но уже в среде киберспортсменов. В мире виртуальных сражений КВ – один из самых известных танков. Таким образом, легенда Второй мировой войны продолжает жить и в наши дни. Взрыв гранат и сухой треск винтовочных выстрелов. В Калининграде разгорелось нешуточное сражение. Почитатели истории воссоздали ход битвы при Гумбинине. Она была 20 августа 1914 года и стала первым сражением на Восточном фронте Первой мировой войны. Битва, несмотря на перевес врага, завершилась победой русской армии. Тут главное показать, донести для зрителя, что это было за эпоха, почему это было так, а не как-то по-другому. И что самое главное, какой был враг, что мы воевали не против каких-то там картонной армии. Это был очень обученный, очень серьезный солдат, который считался лучшим в Европе. Участники исторической реконструкции по-настоящему вживаются в роли. Помогают и старинные предметы, такие как кружки и фляги, чудом дожившие до наших времен. Вот такая непримечательная штучка. Видите? Это в окопах в 1916 году солдаты сделали вот именно 26-й артиллерийской бригадой. То есть нам удалось найти вот такую вещь, реликвия нашего клуба. То есть она относится конкретно к подразделению, которое мы конструировали. Аккуратнее, аккуратнее. Конечно, в основном весь реквизит современный, сделанный по старинным образцам, как, например, эта пушка. Она не настоящая, не оригинальная. Это, конечно, изготовленная точная копия. Она даже еще отгорячая. То есть она отстреляла, отработала замечательно, как настоящее боевое орудие. Из пушки вылетают настоящие пороховые газы, поэтому у артиллеристов краснеют глаза. Посмотрите сюда. Глаза красные. Отсюда вылетает, и как из боевого орудия, точно так же. Пороховые газы, они вылетают. А уши черные, потому что, когда заряжаешь, потом отбегают, и по команде заряжено, закрывают уши, чтобы не лопнули перепонки. Естественно, руки черные, уши черные. Ну, черным ушам, в общем-то, определяли стрелковый, да, то есть черноухими и называли. Русские потеряли в битве 10 тысяч солдат. Потери Германской империи – 8 800 убитых и раненых, и 6 тысяч пленных. Русская армия не смогла преследовать бегущего врага, поскольку была сильно измотана длительными маршами. Уинстон Черчилль считал, что победа Российской империи в этой битве сыграла важную роль в Первой мировой войне. Пойду к подруге. Не все же можно делать удаленно. Пенсионный фонд России Антитеррористическая комиссия Краснодарского края предупреждает. Твое появление на свет было большим счастьем. Твои первые пятерки вселяли уверенность. Твой диплом был воротами в большую жизнь. Твой первый букет говорил о любви. Но твой выбор перечеркнул все. Я смотрела, как ты уходишь за людьми с оружием, оставляя лишь следы на пепелище своей жизни. Экстремизм. Путь в никуда. Выбирай жизнь. Дети, это счастье? Счастья много не бывает. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова